Благовестие Израилю и всему миру Баруха Шем, возлюбленные, благословенное имя Господа. Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Меня зовут Кёрт Шнайдер, со мной моя жена Синтия, мы в восторге от нашей новой серии. О да, тайны сотворения. Если мы действительно хотим выяснить, кто мы и какая цель нашей жизни, то нам очень нужно послушать это послание. Полностью согласен, оно возвращает нас к началу. А разбираться в чем-то лучше с самого начала. Правда в том, что причина нашего существования на Земле отличается от того, что говорят нам ученые. Создатель поместил нас сюда с какой-то целью, и нам нужно понять цель нашего создания. Именно этому и посвящена эта серия. В мире полно печали и депрессии, но если мы все будем знать, кто мы и для чего мы на этой земле, тогда у нас будет ответ на то, как иметь радость и счастье. Приятного просмотра. Барухашем, возлюбленное, благословенное имя Господа. Я рад, что сегодня мы будем изучать книгу бытия или на иврите Брешит «Книга начала». Мы рассмотрим тайну сотворения. В этой серии я хочу изучить два аспекта. Во-первых, мы посмотрим на все болты и гайки сотворения. А потом мы изучим причину, по которой Бог создал нас через Своего Сына Иешуа. Это очень глубокая тема. Но вначале давайте помолимся. Отец Небесный, во имя Иешуа, пусть Твоя истина проникнет в наши сердца. Твое Слово — это истина. И мы просим об откровении, чтобы нам лучше понимать нашу цель на земле. Понимать Твою истину. И мы молимся Тебе во имя Господа Иисуса, Иешуа Хамашеха. Пусть любовь Божия растет в наших сердцах через откровение Твоего Слова. Аминь и аминь. Итак, мы будем рассматривать две категории. Вначале я хотел бы прочесть несколько стихов из первой главы Библии и поговорить о некоторых отличительных чертах процесса сотворения. А затем мы детальнее поговорим о стихах 26 и 27, чтобы понять, зачем Господь создал нас. А создал Он нас для вполне конкретной цели. Если мы хотим определить нашу цель и предназначение в жизни, то нам нужно понять, почему же Он решил нас создать. «Трава сохнет, цветы вянут, но Слово Господа пребывает вовеки». Давайте вместе с вами откроем книгу бытия. «Самое начало Библии». Я называю ее «началом начал». И посмотрим с первого стиха. Точнее, будем читать третий. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Давайте посмотрим внимательно на эти слова. Потому что мы не до конца понимаем, что же они означают. Начнем со слова «начало». Мы думаем, что речь идет о начале сотворения. Я хочу подчеркнуть, что речь именно о начале сотворения, а не о начале Бога. У Бога нет начала. Он безграничный. Он сама безграничность. У Него нет начала. И вот что делает Бога таким уникальным. Он единственное существо. Но его даже нельзя так назвать. Богу сложно подобрать название. Он больше всего этого. Поэтому когда Бог впервые открыл Себя Моисею, Моисей у горящего куста сказал, «Что мне сказать тем, кому я приду?» «Кто меня послал?» «Как твое имя?» И отец ответил, «Я есть. Я есть тот, кто я есть». Иными словами, ему невозможно подобрать имя. Его невозможно понять полностью. Господь сказал Моисею так. «Ты можешь увидеть мою спину, но ты не можешь увидеть мое лицо». Поймите меня правильно. Мы можем познавать Бога, но это бесконечный процесс. Мы будем познавать Его вечно. Он такой безграничный, что мы не можем охватить Его полностью. Он непостижимый. Он был всегда, из Него постоянно кипит жизнь. Его постоянно становится все больше, больше и больше. И тот факт, что Его постоянно становится больше, связан с жизнью с избытком, о которой говорил Иисус. Иисус сказал, «Я дам вам жизнь и жизнь с избытком». С избытком означает, что всегда есть больше. Когда вы были ребенком, жизнь всегда была интересным приключением, потому что вы многое видели впервые в жизни. Когда вы впервые увидели Божие творения, когда впервые увидели животных, цветы, закат, когда у вас появилась первая девушка или парень, то все это было новым для вас, а также очень важным. Помните, каким долгим было лето в детстве? Казалось, что лето — это целая жизнь. Но с возрастом мы теряем эту авантюрность и искреннее удивление. Лето больше не кажется бесконечным. Иногда мы даже не знаем, какое сейчас время года, потому что погрязаем во всех наших обязанностях. Почему мы с возрастом теряем это чувство удивления окружающим? Потому что все это мы видели раньше. Мы уже видели цветы, животных, у нас уже были первые отношения. Все те вещи, которые так восторгали нас в первый раз, больше не захватывают нас, потому что они уже не новые для нас. Но Бог всегда больше, и поэтому Он всегда новый. Я пытаюсь до вас донести, что в начале это не означает в самом начале, потому что у Бога нет начала как такового. Вот какой Он большой и величественный. Он творец, Он причина, у которой нет своей причины. Человеческому разуму понять это просто невозможно. Как Бог мог быть всегда? Как Он мог появиться из ниоткуда? В начале означает в начале нашей истории. Это начало формирования Земли. Это история именно человечества. Я еще раз хочу подчеркнуть, что у Бога нет начала. Я хочу, чтобы Бог восхищал вас, чтобы вы не теряли чувство восторга от того, кто Он. А ведь Он такой большой. Он больше религии. Он Бог. Поэтому, когда Моисей спросил у Господа, «Как твое имя?» Бог ответил, «Я есть тот, кто Я есть. И Я всегда буду таким». Тем самым Господь говорил Моисею, «Я больше всяких имен». Когда мы даем кому-то или чему-то имя, то мы ставим себя выше того человека или предмета, которому мы дали имя. Когда ученые открывают что-то, они дают этому имя. Бог сказал, «Дай имена животным». Я дал тебе власть над ними. Да, мы знаем имя Иешуа или Иисус. Таким было его имя, когда он был во плоти две тысячи лет тому назад на этой земле. Но мы также знаем, что Бог открыл Моисею, что его имя Яхве-Ватхе. Часто это произносят как «Яхве». «Яхве» означает «Я есть тот, кто Я есть». «Я всегда таким буду». Корневое слово — это «Я есть» или «Я буду». Уникальность имени Яхве в том, что это не имя существительное, а глагол, обозначающий продолжительное, бесконечное действие. Бог всегда больше. В Нем всегда всего больше и больше. И снова. Больше, чем было ранее. И снова больше, чем было до того. Мы не можем просто назвать его как статичное существо, но он значительно больше. Он значительно больше того, что когда-нибудь было, больше и больше того, что будет, и то, что есть. Надеюсь, вы это уловили, возлюбленные. Потому что Писание неоднократно говорит нам, чтобы мы удивлялись Богу и благоговели перед Ним. А когда мы осознаем, что он безграничный, и у него нет ни начала, ни конца, он альфа и омега, он всегда был, есть и будет, мы начинаем лучше понимать, какой он большой. Мы начинаем восторгаться и обретаем чувство благоговения, в котором наш Творец желает, чтобы мы жили. Пастор, этот человек родился глухонемым, но после молитвы его уши открылись, и теперь он слышит. Он был глухим 16 лет, а вот это, это его сестра. Видите, эта девушка, она плачет. Вы можете сказать нам, почему у вас выступили на глазах слезы? Я очень рада за брата. 16 лет мы молились. Он единственный сын в нашей семье. Он единственный сын. Вы еще не видели, чтобы он так делал? Мама! Мама! Тата! Тата! Мы молились за него, мы много плакали, мы очень хотели, чтобы он выздоровел. Когда я пришла сюда, то даже не знала, что он здесь. Я увидела его на сцене и была так рада. Я так рада за него. Так счастлива. Слава Господу! Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиля и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером служения Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке, служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Итак, вернемся к первому стиху в книге Бытие. Мы говорили, что вначале это не начало Бога. Это начало истории человечества. Вначале сотворил Бог небо и землю. А сейчас я хочу сфокусироваться на слове «бог». Вначале сотворил «бог». В оригинале использовано еврейское слово «элохим». «Элохим» — это множественное число слова «эль», которое означает «бог». Интересно, что здесь Бог называет себя во множественном числе. Если бы он говорил о себе в единственном числе, то было бы так. Вначале сотворил «эль». Но здесь сказано не «эль», а «элохим». Вначале «элохим». Бог во множественном числе сотворил небо и землю. Мы знаем, что Бог только один. Величайшее провозглашение еврейского народа — это «шма-Израэль». «Адонай-элохейну». «Элохейну» означает «наш Бог». А «элохим» — это «бог во множественном числе». «Шма-Израэль». «Адонай-элохейну», «Адонай-эхат». Это значит «послушай, Израиль». «Господь наш Бог», «единственный Бог». Тем самым мы снова подтверждаем единство Бога. То есть Бог один. А если Бог всего один, то почему же Писание говорит, что вначале Бог во множественном числе создал небо и землю? Все это из-за множественной природы Бога. Внутри Бога есть взаимоотношения. Послушайте, Бог многомерно. Он проявляется как Отец, как Сын и как Святой Дух. Он один, но при этом многомерный. А в 27 стихе мы читаем, что Бог создал человека «мужчина и женщина». И Он создал их по Своему образу и подобию. Получается, что в Боге объединяется и мужское, и женское начало. Бог и мужчина, и женщина. В Писании к Нему обращаются как к мужчине, к Нему как к Отцу. Но у Бога есть и женские черты. Я предлагаю еще раз обратиться к 27 стиху. Тут написано «И сотворил Бог человека по образу Своему, по подобию Божьему сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их». Следовательно, женская природа тоже является частью природы Бога. Дело в том, что наш Бог многомерный. Он Отец, Он Сын, и Он Дух Святой. В сотворении человека Он открылся нам как мужчина и женщина. Итак, в первом стихе слово «Бог» стоит во множественном числе. Оно используется во множественном числе из-за отношений, которые существуют внутри Него, между разными частями Его личности. Скажу это еще раз, а вы можете это записать. В первом стихе книги Батия слово «Бог» используется во множественном числе из-за многомерного характера Его личности. В Боге есть несколько частей, но все они входят в Его единство. Давайте посмотрим теперь на 26 стих. Здесь тоже используется слово «Элохим» или «Бог» во множественном числе. Тут написано «И сказал Бог сотворим». Давайте сотворим. Обратите внимание на слово «сотворим». «И сказал Бог сотворим». Почему же Бог говорит «сотворим»? «И сказал Бог сотворим». «Сотворим» указывает на взаимоотношение, и оно во множественном числе. И снова ссылка на множественное число. «И сказал Бог сотворим». «И сказал Бог сотворим человека по образу нашему». Бог всего один, но в Боге есть многомерное отношение и многомерная суть. Внутри Него есть взаимоотношение. Отец имеет взаимоотношение с Сыном, который есть на Его лоне. В Боге есть мужское и женское начало. «Все это содержится в Боге». «Все это содержится в Боге». «Еще раз хочу заметить, что Бог один, но у Него многомерная природа». «И сказал Бог сотворим» — это множественное число человека по образу нашему. «Множественное число» несколько раз подряд. «Я понимаю, что понять это непросто, но не забывайте, что я придерживаюсь библейского текста. Возможно, вы думаете, это бессмысленно, как Бог может быть одним и при этом многомерным. Как Бог может быть одним, но при этом проявляться как Отец, Сын и Святой Дух. Как Бог может быть одним, а при этом иметь в себе мужской и женский аспекты, которые переплетены в нем? Это сложно понять, потому что Бог — Дух, и Он сказал, «Мои мысли — не ваши мысли, а мои пути — выше ваших путей, как небо выше земли». Не думайте, что поймете это. Вопрос. Вы можете понять то, что Бог был всегда? Мы задаемся вопросом. «Откуда же Он взялся?» Мы не можем понять, как Бог мог быть всегда. Мы действуем на основе причинно-следственных законов. Мы думаем, «Как Он сюда попал?» «Откуда Он взялся?» Но Бог выше наших способностей и нашего понимания. Он есть Дух, и Он значительно выше нас. Поэтому мы никогда не сможем полностью постичь Его. Именно это и должно нас с вами восхищать в Нем. Бог очень любит вас, и мы обязательно продолжим эту тему. У меня еще очень много материала. И всем этим я хочу поделиться с вами. Потому что, если мы понимаем природу Бога, хотя основа, обозначу это как ремарку, мы не можем понять Его полностью и до конца. Ведь Он приз насущный. Он существовал всегда и будет существовать. Но из книги «Бытие» я покажу вам, почему мы были созданы. До следующей программы. Шалом! Какая сегодня чудесная программа. Мне понравилось, как ты расширил наше понимание. Ты помог нам понять глубину и ширину Бога. Конечно же, никто из нас не может понять Его полностью. Но я благодарна Духу Божьему, который оснастил тебя, чтобы мы могли постигнуть это учение и расширить наше традиционное представление о Боге. Познать Его именно таким. Мы никогда не постигнем, какой Он на самом деле, потому что Он всегда открывается все больше и больше. Мы никогда не сможем понять Его нашим ограниченным разумом, потому что Он значительно больше, и все, что мы можем делать, это постоянно получать откровение. Он больше нашего понимания. Мы всегда будем знать Его, потому что мы имеем с Ним отношения. Но мы никогда не познаем Его полностью, потому что Он всегда будет больше. Я всегда думала, что вера — это скучно, это просто ходить в церковь и петь гимны, но Дух Святой всегда действует. С Ним жизнь всегда бурлит. У Него нет ни начала, ни конца. Наш Господь значительно глубже. В Писании, когда кто-то встречал Бога, они падали на лицо. Все потому, что Он значительно больше, чем наша пустая религия. Мы говорим о живом и о реальном Боге. Бог призывает нас выйти из этой религии, познакомиться с Ним и иметь отношения. Совершенно верно. Как ты и говорил, Элогим — это множественное число. И Бог сказал, давайте мы создадим человека по нашему образу, но прекрасно понимать, что Бог един. Евреи часто говорят, я верю в единого Бога, а не в ваших многочисленных Богов. Они не понимают, что тот единый Бог, о котором они говорят, имеет множественную природу. Мы получили Писание от еврейского народа. Мессия тоже пришел как еврей. Но при этом евреям нужно осознать, что Иешуа Хамашиах — это настоящий Мессия, а истина, которую он провозглашал, является настоящей. Когда Иисус был на земле, многие люди, наблюдая за Ним, говорили, «Он проповедует совластью, а они как наши лидеры». Когда Иисус говорил, «Истина, истина, говорю вам», Он открывал Божью полноту. В послании к евреям сказано, что в прошлом Бог говорил к еврейскому народу через отцов, а в последние дни Он проговорил к нам через Своего Сына, Иисуса, которым был создан этот мир. Иисус пришел, чтобы ввести нас в отношения с живым Богом, чья слава длится вечно. Дело не в религии, а в реальности отношений, и Иисус пришел именно ради вас, ради этих отношений с вами, возлюбленные. Не так давно мы с Синтией провели целый месяц в Израиле. Мы поехали туда, чтобы сфокусироваться на Слове Божьем. Я изучал Тору первые пять книг Библии. Я был поражен тем, как Бог сумел обратиться к каждой сфере нашей жизни. Он затронул все. Как одеваться? Что есть? Как вести бизнес? И даже как охранять свое имущество? Я знаю, что сейчас мы не под законом, но давайте не будем вдаваться в крайности. Бог желает участвовать во всех сферах нашей жизни, в том числе и в финансах. Если это служение благословляет вас и оказывает на вас влияние, то я прошу вас задуматься над тем, чтобы почитать Бога через поддержку этого служения. Благодаря вам мы достигаем мир для Иисуса Христа, и я рад, что вы по-прежнему с нами. Спасибо за вашу любовь и финансовую поддержку. Пусть Бог обильно благословит вас. Я благословляю вас и шалом! Как стать нашим партнером? Отправьте пожертвования, не облагаемые налогом, на адрес, который на экране. Пожертвовать онлайн можно, зайдя по ссылке нашего сайта. Пожертвовать через кредитку можно по телефону, который на экране. Или же отправьте СМС на данный телефонный номер. В знак признательности мы отправим вам аудиопроповедь месяца и свежий вестник. Благодаря вашему дару Израиль и мир спасутся, исцелятся и получат освобождение через телевидение, интернет и массовые богослужения. Многие были верны Господу через свои даяния. Кто желает пожертвовать финансы и имущество служению еврейский Иисус, зайдите на наш сайт. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит тебя и соблюдет. Пусть осветит тебя сиянием лика своего, явит милосердие. Пусть Отец, Владыка Твой, воззрит на тебя светлым взором своим, и пусть снова дарует мир любимому чаду. Будьте с нами. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Наши молитвенники готовы ходатайствовать за вас. Отправьте молитвенную просьбу, посетив наш сайт, или пишите по адресу, который вы видите на экране. Наши служители поднимают в молитве все просьбы Господу и просят, чтобы Бог ответил на каждую из них. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства. Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, возвещать тайну Мессии. Передача «Узнавая еврейского Иисуса» служит Израилю и миру. В начале Бог создал свет из тьмы. Не пропустите следующий выпуск программы «Узнавая еврейского Иисуса», и вы узнаете, как Бог может создать свет посреди тьмы вашей жизни.